Дарья, здравствуйте. Наш разговор накануне 8 марта происходит. И, конечно же, сразу хочется задать, вы считаете себя счастливой женщиной? Я думаю, да. Несмотря на какие-то перипетии, которые в моей жизни происходят. А в чем для вас счастье? Счастье, конечно же, прежде всего, моя семья, которую я бесконечно люблю. Я счастлива, что Бог так вот сложил звезды, что я встретила Алексея Храбского, что у нас родился замечательный сын. То есть я за это действительно глубинно Вселенной Богу благодарна. Я благодарна за ту работу, которой я занималась, за возможность заниматься творчеством. Это тоже меня каким-то таким особенным светом, я думаю, наполняет. И придает смысла, скажем так, моему существованию. То есть я понимаю, что я для чего-то я живу. Наверное, для того, чтобы нести, так как я работаю в театре, нести людям радость, нести людям возможность подумать, нести людям возможность, я не знаю, поплакать опять же. То есть пережить какие-то те или иные эмоции, которые, ну, я считаю, что в наше время их надо выплескивать. А радость надо принимать. То есть, и, конечно, за все за это я благодарна. И от этого счастлива. Для вас важно, чтобы мужчина подарил вам букет цветов 8 марта? Для меня, думаю, важнее было бы, если мой мужчина подарил мне горшок цветов. Да, потому что я очень это дело уважаю, люблю. Это часть тоже, скажем так, моей жизни. Опять же, часть определенного творчества в моей жизни. И поэтому, ну, Алексей меня никогда, как говорится, не подводил в этом отношении. А вообще как состоялось вот ваше знакомство? Как он вам сделал предложение? Это все было на сцене? Нет, нет. Я, кстати говоря, я совершенно не то, что там не приемлю. Люди по-разному делают, скажем так, предложение. Кто-то делает из этого шоу, кто-то не делает. Я, наверное, вот скорее отношусь к всем людям, которые не делают. Мы познакомились, мы же однокурсники, мы вместе учились. То есть знакомы мы со вступительных экзаменов, как-то сразу зацепились друг за дружечку, интересы какие-то общие возникли. И потом, которые в итоге как-то к третьему курсу переросли в какие-то замечательные отношения. Потом случилась свадьба, то есть это было очень лично, это было дома, никто про это не знал. Уже потом спросили разрешение у родителей, родители были не против. Ну, то есть какая-то такая очень домашняя, личная, семейная история. Вы сейчас играете, вернее, исполняете роль в Централ Парк Вест. Там такая ситуация, ну, любовь, измены, да? И с вами на сцене роль мужа другой женщины исполняет Алексей Храбсков-Вольный. Вот вы оказались в такой ситуации, что он с другой женщиной. Вот ревность, насколько часто вас посещает? Она меня не посещает. А касаемо театра, дело в том, что мы никогда не играли мужа и жену за редким-редким исключением. То есть у нас существовал и существует спектакль «Маленький человек», там, да, Алексей играет маленького человека, я играю его женщину. То есть там у нас есть вот этот личностный, там, я не знаю, как назвать, тандем, что ли. Так что вы театральная семья. Вот насколько тесно у вас этот творческий дуэт в работе? Вы работаете и в Ульяновском драматическом театре, и в молодежном театре, где Алексей художественный руководитель, директор, собственно. А вы здесь и актриса, и режиссер. Так получается, да. Как вот происходит ваше общение? К советам прислушивайтесь и мужа? Я думаю, да. Я думаю, да. Мы существуем достаточно ладно, если можно так сказать. То есть если возникают какие-то у нас разногласия, они, ну, как правило, и слава Богу, что это так, они не концептуальные, они не какие-то такие жесткие, скажем так, разногласия, которые тормозят работу. Мы можем там упереться во что-то, но мы быстро приходим к согласию, быстро находим какой-то консенсус, и работа продолжается дальше. Я уже вот говорила, да, и это важно. Я считаю, что очень важно людям, которые работают вместе, говорить на одном языке. Даже независимо от того, супруги они в жизни, там, друзья они или там как, да. Чтобы вот векторы развития, они шли в одном и том же направлении, иначе возникнет какой-то дисбаланс, на мой взгляд. И я как-то вот думаю, что, ну, возможно, вот в силу того, что мы много лет вместе, да, все-таки мы говорим на одном языке, мне так кажется. И то, что я здесь вот выступаю сейчас в качестве постановщика, это тоже, скажем так, это вот вытекает как раз вот из того, что Алексей придерживается определенной парадигмы развития театра. И я абсолютно доверяю ему, ну, и вкусово, и профессионально, и художественно. То есть я понимаю, что, да, мы идем в правильную сторону. Вот я даже уже говорю, мы идем. Вот, потому что мы в итоге и идем. Вот, и, конечно, да, театр, даже, может быть, его бывает слишком много в нашей жизни, потому что даже возвращаясь домой после рабочего дня, мы никак вот не можем отключиться. И что-то продолжается, какой-то разбор каких-то там творческих полетов тех или иных, скажем так, да. Но я стараюсь тоже это дело дозировать, потому что я никогда не ставила театр во главу угла. То есть театр – это, несомненно, часть моей жизни огромная, большая, очень такая емкая, скажем так, да. Но я стараюсь не делать выбора, там, выбирая театр и семью, я стараюсь не выбирать, допустим, театр. Театр, да, работу, я все-таки стараюсь уделять время и семье, и каким-то другим радостям, скажем так, да. Потому что иначе, ну, это слишком много, слишком много театра, и это тоже плохо. Ну, вернемся в детство. Вы родились в Якутске. Нет. Нет? Это бытует такое мнение в городе Ульяновске, да, что я родилась в Якутске. А нет. Откуда это пошло-то? А вот дело в том, что я там жила. И мама моя беременная там жила, и жила она в общежитии, где не было горячей воды. И поэтому папа отправил маму рожать меня в Ульяновск к маминым родителям. Мама приехала и даже, говорят, родила меня пораньше срока, потому как перелет на большом сроке беременности не смог не отразиться, скажем так, на ее состоянии. А в три месяца меня уже опять забрали туда. И я приезжала сюда только на лето к бабушке, к дедушке. Есть яблоки из сада, собирать клубни, малину. Якутске. Как родители оказались? Работали там? Да, они поехали туда работать, мама с папой поженились и поехали туда, как я, если я не ошибаюсь, по-моему, они планировали ненадолго. На пару лет. Но в итоге получилось, что задержались там, по-моему, на 15 лет. И мамина сестра там в итоге оказалась. И сейчас тоже она опять живет в Ульяновске с семьей. То есть такое, да... Путешествие у вас такое. Да, и вот в этом году, когда, я говорю, вдруг появилась вот эта возможность опять оказаться на родине. И это, конечно, я желаю такого опыта каждому человеку, кто вот уезжал из какого-то своего места детства. Да, потому что оно... Я не знаю, там даже... Я вот не лукавлю, когда я это говорю, потому что, мне кажется, там даже духовно что-то со мной произошло, когда я опять оказалась вот на этой земле, на Якутской. Когда мы приехали, очень такой был непростой перелет, самолеты, значит, где-то ждали там долго. Ну, и потом в итоге, когда мы оказались, а получилось там же еще вот этот временной скачок, ну, получалось, что мы уже там сутки не спим. И вот нас покормили, мы покушали, и сели... Я-то думала, что я выскочу из самолета и прям тут же побегу с Айгаком, значит, по своим родным улочкам. Нет, я поняла, что если я сейчас не посплю, я в принципе никуда не побегу. И я помню, что вот я легла на постель, да, и стала засыпать. И вот между явью и сном у меня возникло такое чувство на физиологическом, опять же, вот говорю, уровне, да. Я вдруг поняла, что я дома. Вот от чего это зависит? Я не понимаю, то есть я его не выдумывала, я физически это ощутила. То есть я прям вот засыпаю и думаю, господи, как хорошо, я дома. А в детстве вы мечтали стать актрисой? Да, да, мечтала. Я помню, что в детском садике Пушинка, который я вот имела возможность даже и за заборами у него проехать, из машины посмотреть, помахать ему рукой, там, ну, тоже же делали все дети выпускной альбомы. И там, значит, была страница, нарисуй себя там, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И я помню, я рисовал какую-то артистку, да, какие-то розы там летели, что-то вот. Это я помню, да. Потом был опыт, опять же, театральной студии, но он был абсолютно бессознательный, потому что я не шла в театральную студию, я шла в кружок по лепке. И вот я прихожу в Дом пионеров, опять же, который я вот имела возможность недавно наблюдать. Как было желтой краской покрашено, так и остался только краска новая. Он не изменился. Нет, он не изменился. Я говорю, почему он желтый должен быть? Ну, ладно. Вот что-то такое, какое-то постоянство в этом тоже хорошо. И я помню, что я пришла туда, а кружок по лепке закрыт, он не работает по этим дням. И мы так стоим с подругой, я говорю, ну что, домой. Она говорит, да пойдем посмотрим, что еще открыто. И мы так раз-раз-раз по кабинетам, театральная студия открыта. Я говорю, театральная студия? Ну, быть артисткой, это я хотела. Но ходить в театральную студию нет. Это вот какие-то стихи, там что-то декламировать. Артистка, в моем понимании, была, это вот ты вышла на сцену с микрофоном, и все, и полетели в тебя цветы. Все. То есть, что там еще, какие там могут быть? Ну, песню спела, в лучшем случае. И тут вдруг вот эта театральная студия, и как я там осталась, я не знаю. Но была, кстати, очень сильная там команда подростковая. Мы были в младшей группе, а вот подростковая была очень сильная. И у них на тот момент был замечательный спектакль, который просто гремел по городу, по пьесе Сергеенко «Прощай, овраг», вот эти несчастные собачки, значит, за бортом жизни. И ребята так откровенно, проникновенно, очень трогательные и с какой-то позицией своей человеческой, уже несмотря на то, что вот они как бы были, ну, сколько им было, 15-16, а нет, постарше 17-18 лет, играли, что вот этот спектакль, он просто не сходил с языка у жителей города. Там огромный зал Дворца пионеров, и оттуда все время вот после спектакля выходили люди просто зареванные и дети, и взрослые. Но его было невозможно смотреть, то есть на такой разрыв аурты как-то вот они это сделали. При минимальном количестве декораций, при каких-то очень таких из-под бора костюмах, там все было черно-белое, черно-бело-серое, черный задник, ну, как-то все это было сделано. И я тогда это увидела, и я думаю, как здорово. И вот, наверное, вот этот «Прощай, враг» меня как-то зацепил, и я думаю, да и-ка я похожу, действительно, что там вот как-то. Вот я благодаря вот этому слуху осталась, скажем так, да, а потом вот получилось, что он подтвердился, что, да, действительно здесь происходит какое-то чудо. Потом я приехала сюда, а здесь вот как-то эта амбиция у меня совсем отпала, то есть ни в какую театральную студию я не пошла, и не хотела, и не стремилась. Здесь до того момента, а в итоге, как возник в результате театр, мой дед был очень дружески близок с Геннадьем Николаевичем Родионовым, нашим артистом, вот, в Царстве Небесное, несколько лет назад ушедшему от нас. Сады у них были рядом, то есть они дружили. И я вот Геннадия Николаевича помню с детства в этой панаме, рыжая борода, какие-то шорты, ну, что там вот под кустами-то, как говорится, да, там, что-то он стрижет свои яблони. Ну, вот какой-то он у меня такой был. И он, мол, типа, Боря, а что девки у тебя, внучки, значит, в театр не ходят? Ну, и что-то как-то туда-сюда. Он говорит, не знаю, спроси, вы хотите в театр? Он говорит, хотите в театр? Меня и мою сестру спрашивают. Он говорит, хотим. И Геннадий Николаевич нам стал брать пригласительные. Это вот был период, что там тогда было, Тартюф, Неугомонный дух, Невеста из Парижа, ну, тоже, я 10 раз ее смотрела, Жажда над ручьем. И мы стали ходить с сестрой в театр, ну, практически каждую неделю. И я так вот, вот тут вот я уже по-настоящему как-то осознанно поняла, да, осознанно как-то втянулась в то, что вот эти люди, вот эти артисты, они выходят, костюм, какая-то атмосфера невозможная. Открывается занавес в том же Неугомонном духе. Вот я помню, я помню это чувство, когда поднимается занавес, и там вот эта декорация в каком-то волшебном свету восстает, да, у меня аж дух захватывало, как это было красиво. Это было очень красиво. И все, и потом как-то раз-раз-раз, и я вдруг увидела, я заканчивала уже школу, я вдруг увидела по телевизору какой-то мужчина, говорит, что что-то будут набирать, артистов учить в Ульяновске. Я прям, угу, улгу, я думаю, что такое. Ну и как-то я потом узнала, мужчина оказался Михаил Вартанович Скандаров, который впоследствии стал моим художественным руководителем моего курса, на который я счастливо, как говорится, поступила. Но родители мои не верили во всю эту историю. Мама всякий раз, когда я приходила с экзаменов, она меня спрашивала, что ты получила? Я говорю, пять, мам. Ты перешла на следующий тур? Я говорю, да, перешла. Мама все время хваталась за сердце, потому что ей казалось, что лучше бы я пошла в юристы куда угодно, только не в артисты. А я так достаточно беспрепятственно, ну, на первый взгляд, опять же, как бы поступила, и, ну и все, и вот это стало какой-то моей такой осознанной уже частью моей жизни. Хотя поступала я тоже, чтобы вот так открывался занавес, а там я в красивом цвету, в красивом костюме, и цветы летят. Вот, и уже потом, да, вот именно так, вот такая вот я должна была быть артистка. И понимание, вот у меня где-то возникло, наверное, к курсу, я не знаю, к третьему, я вдруг поняла, что это профессия, что она требует определенных умений, навыков, что это не как тебе Бог на душу положит, как ты чувствуешь, как ты не чувствуешь, родилось, не родилось. Нет, это очень сложная, пусть не математика, конечно, но наукой тоже не назовешь. Ну, профессия, профессия, то есть, которой действительно нужно овладевать. Вот, о какой роли вы мечтаете сейчас? Есть такая мечта сыграть там кого-то там? Вы знаете, нет. Нет. Когда-то, давным-давно, когда я была юна, я хотела сыграть Анну Каренину. Ох. Да, вот почему-то. А сейчас я обращаюсь, допустим, к этому образу, и понимаю, что я не хотела бы ее сыграть. Нет, у меня такого вот нет. Мне хочется, чтобы в моей жизни, как я одну и ту же передачу увидела, не буду фамилии называть, ведущий, значит, пожелал актрисе одной, говорит, я желаю тебе интересных творческих задач. Я думаю, действительно. При том, что она переиграла массу уже мирового репертуара, скажем так, и все что-то, вот как-то она чувствует себя недовысказанной. Ну, так это, наверное, и правильно. Это, наверное, особенность любого творческого человека. Это я как бы по отношению к ней говорю. И вот поэтому какую-то конкретную роль сыграть, нет, у меня такого нет. Но интересных творческих задач, вот что я хотела бы. Ну, так. Ну, я вам желаю интересных творческих задач. Спасибо большое. Успехов, семейного счастья, любви. Спасибо огромное. Крепкого здоровья. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. До свидания.